здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня у меня швейный мастер класс я решила вот повторить буквально совсем совсем сделать бюджетной кофточку из новой коллекции брюнелла кучинеги вязать мы сегодня не будем мы будем шить и эта красота у нас будет с вами буквально за час времени переделки важно собрать правильные компоненты то есть минимальная навыки шитья и вот такая вот вещь может у вас получиться вот такой вот джемперочек с рубашечным рукавом прозрачным и рубашечный манжет что что очень как бы казалось бы мелочь но эта мелочь дает именно ту изюминку этому изделию как бы здесь не манжет рубашечный рукавчик и сам рукавчик обратите внимание не набранный как обычно в последнее время много таких вещей а здесь именно рубашечные и сверху там просто пару защипов пару заломок и сверху вот видите парочку таких для свободны вот такая вещь у нас сегодня девчонки и так девчонки что у меня имеется купила я вот такой вот личный свитерочек джемперочек черный потому что черная вот это вот тканюшка которая из которой будут будут рукава заказывала я еще два года назад значит купила я его за 4 доллара в распродаже вот это вот этот вот смотрите обычный спущенный рукав типа оверсайд за что желательно кстати чтобы не заморачиваться с вырезом v-образным вырезом купить его в распродаже изначально с выреза v-образным вырезом я же его буду творить вот такая вот ткань с алиэкспресс тоже буквально пару долларов стоит дам ссылочку на нее флизелин черный-белый я не знаю еще не использовать а черный или белый когда значит так вот это я пока откладываю что касается манжетов и рукавов займемся сейчас джемпером первым делом что мне нужно вот по модели модели мне нужно отрезать рукава горловина у меня будет 43 сантиметра потому что там еще подгибка и я отрезаю оба рукава пока я их оставляю теперь я разрежу один рукав знаете что я смотрю я смотрю хватит ли мне вот этого как бы рукава для того чтобы сделать v-образный вырез до хватит я разрезаю 2 и удаляю вот этот вот шов есть что я делаю горловиной сначала я раскладываем вот так вот таким вот образом складывают пополам и отделяю спинку передние детали то есть горловину в принципе то складывай пополам я сложила вот смотрите плечевой шов я совместила плечевые швы и сложила пополам то есть переднюю и заднюю вот задняя деталь вот передняя деталь я срезаю воротник до плечевого шва срезала по спинке теперь переднюю деталь и так передняя деталь я отмеряю от верха 20 до 20 сантиметров и соединяю вот с этой точкой нет плавно сейчас спиночку сюда подведу к этой точке и срезаю есть будто наш вырез достаточно в руки но это же летняя вещь правильно теперь что я делаю забыла включить так вот я вырезала из рукавов полоски шириной 6 сантиметров вот по которой длиннее видите вот это и выровняла чтобы и теперь мне нужно смотрите от точки разреза это ориентир ориентир здесь должно быть шва мне не хватает вот смотрите 7 сантиметров это супер это как раз таки надо потому что натянется вот так вот и примет форму все нормально то есть вот эта длина выреза по переду минус 7 сантиметров это две обтачки если у вас вы из ткани будете пришивать и понятное дело что вы это все делаете в круговую так сейчас я меряю если мне вот здесь вот по спинке хватит одной полосы или мне нужно будет сшивать здесь у нас должно остаться где-то 5 здесь у нас должно остаться где-то 3-4 сантиметра смотрите 4 сантиметра шикарно то есть не хватает 4 сантиметра и это как раз на при посадке все нормально то здесь минус 7 сантиметров здесь 4 сантиметра что я сейчас делаю я сшиваю вот эти вот где у меня лицо вот здесь и здесь лицевой стороной вовнутрь сшиваю вот эти вот полосы центральная по центру по которая идет к спинке а по краям те которые идут передние детали вот я сейчас сошью я сшила девчонки к сожалению вот что 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 показывать что я еще если ткань черная теперь я складываю пополам вот здесь вот у нас швы получается к себе как бы это у нас будет совмещаться с плечевым швом внизу я буду рисовать вам сейчас я отстрачиваю вот складывая лицевой со стороной вовнутрь и для v-образного выреза под прямым углом и отстрачиваем вот эту вот два с половиной сантиметра вот так вот я буду белым рисовать там где я прокладываю строчку я отстрачиваю и так вот я отстрочила теперь я здесь вырезаю так вот здесь ткань трикотажная надсечку можно сделать и складываю вдвое здесь швы я раскладываю здесь складываю так и здесь здесь тоже можно либо разложить либо такой вот у нас получается уголочек v-образного выреза и что я делаю теперь я беру свой джемпер вот на лицевой стороне что мне нужно сделать мне нужно вот так вот таким вот образом господи вот лицевой стороной складываем вовнутрь значит что я делаю я вот так вот до точки дождь вот эту вот эту вот точку где у нас шов мы совмещаем с центром вот здесь вот таким вот образом и пришиваем один угол вот так вот кусочек в кусочек пришиваем так вот смотрите я пришила этот кусочек господи теперь мне нужно что сделать смотрите уловка мне помешало вот я его дошила до центра теперь от этой точке я вот так вот поворачивай и пришиваю вторую часть с этой же точке здесь будет натянута ничего страшного потом сделайте небольшую надсечку в общем от вот этой вот точке пришиваем для кому сложно желательно купить джемпер уже с v-образным вырезом тоже кусочек ну и по итогу на лицевой стороне это выглядит вот таким вот образом этот уголок теперь что я делаю теперь я выворачиваю на изнаночную сторону и мне нужно совместить средину обтачки со срединой спинки средину обтачки по боковым швам я определяю если это цельное полотно то просто складывая пополам середина спинки наметываем исходя из вот этой вот точки и мысика которые мы отшили мы потом припосаживаем все остальное пришиваем где-то на 07 я буду пришивать вот я же говорю показывать вам как я строчу на черной ткани это здесь еще не все шок мы совмещаем с плечевым швом если цель на это не надо то просто вы при равномерно припосаживаете по обеим вот этим вот сторонам и прокладывая кстати строчку начиная отсюда по кругу и возвращаясь сюда пугал строчку и отметать так девчонки вот смотрим видите я вам хочу показать шов вот он шут 07 и здесь обмотка отделочную строчку я пока не прокладывала но возможно я ее сделаю в зависимости от того как я буду делать рука это я тоже пока еще точно не знаю значит здесь от металла свес рукава и пока я вот эту вот чаще сразу и проутюжила да потому что оно все было волнистое не пугаемся оно так должно быть когда вы проутюжить и все станет на свои места смотрите все у нас красиво и симпатично вот горловина v-образная горловина у нас есть кто у кого не было возможности купить мы ее сделали значит что мы делаем что я делаю сейчас я это все дело пока откладывай сам свитеруч и займусь рукавами первым делом вот ширина рукава размер рукава ширина 28 сантиметров и длина 22 вот такие вот две детали 28 на 22 я сделала предварительно подклеила все-таки решила черным чтоб белый белую зарисовку вам было видно вот и вырезаю сейчас эти две детали я всегда делаю так если маленькая деталь там воротничок манжета я сначала проклеиваю да вы сейчас скажете что это не экономно зато это очень удобно проклеиваю сначала кусок ткани приблизительно разложив конечно же видите у меня как ширину впритык детали кроя вот сколько у меня кусок ткани займет сколько я проклеиваем потом только наношу детальки я не знаю как кто делает я делаю так и так удобнее потом не нужно эти детали подклеивать они могут деформироваться в зависимости от ткани так они получаются более точными вот вот и так две детали у меня рукава манжета вот сейчас что я сделаю я складываю вот так вот пополам за утюжу сгиб и на сантиметр отвернул это же за утюжу вот этот вот сантиметр подгибку вам пока и так девчонки смотрим что века сделала значит вот такая вот заготовка у меня что я сделала смотрите сложила пополам то есть вот эта сторона где 22 сантиметра это вот она то есть длина у нас осталось 28 сантиметра сложила пополам за утюжила здесь по сантиметру вот эту часть желательно не сия сильно за утюжила чтобы вам показать чтобы четко вы видели что у меня здесь но ее чуть-чуть достаточно прихватить потому что она будет за утюживаться в другой стране и здесь вот верху по сантиметру видите 1 и 2 я за утюжила то есть что у меня получилось лицевая сторона внутри и разложены вот припуски за утюжим и еще от от очертила вот этот вот скос манжета он у нас сужается кисти значит здесь у меня сантиметра здесь у меня три сантиметра проект провела ровную линию и сейчас везде смотрите оба манжета у меня так сделано сейчас я вот эти вот строчки здесь ошиблась ушла вовнутрь прострочу просто прострочу вот эти вот детали и так я прострочила сейчас я это все дело разрезаю подготавливаю делаю дырку и займемся здесь на 7 миллиметров я срезаю и вот подрезаю уголок оставив дошла где-то 2 миллиметра вот видите и красивый у нас получится край здесь вот сюда мы просто запихнем тканюшку и все у нас будет очень красиво даже если вы вот здесь вот сделаете тут уже не обязательно как в рубашечных рукавах до строчка прям в краешек даже я не буду делать я ее здесь делаю чуть чуть пошире чтобы здесь вот можно больше срезать чтобы не вырезала вот чтобы все захватить сейчас я вот это вот дело про утюжу и итак вот мои манжетики теперь берем нашу тканечку и так мне нужно в 35 сантиметров я отрезаю так сложила в 4 еще сложу 8 и отмеряю свои 30 метров больше не нужно 35 а вот эту вот полосочку мы потом еще куда-то используем вот они мои эти 13 сантиметров но я вам скажу что криво очень криво отрезано у китайцев так теперь режу кромку и так отрезала я 35 сантиметров и еще две детали как бы как бы 35 вот они и вот сейчас они двое было сложен вдвое две сложены вдвое то есть ширина моего рукава здесь составляет 24 сантиметра то есть 48 40 получается у меня два второго угольника 48 на 35 вот наши рукава теперь здесь если будете заказывать то что я заказывала значит здесь у на общем на лицевой стороне оно более ворсистое вот я складываю этой лицевой стороной вовнутрь здесь я отмечаю 12 сантиметров вот она моя разметка делаю надсечку не обязательно надсечку можно другим любым способом пометить нарисовать как хотите я делаю они мне самые удобные на сантиметр обе детали сшиваю так значит смотрите что я сделаю я сшила до этой разметки теперь теперь нам нужно вот эту вот часть вот таким вот образом отогнуть и по лицевой стороне прострочить можно по изнанке строчить в общем отогнуть на обе стороны то есть обработать вот этот краешек сюда показывает готовый уже вот он то есть изнанки вот это выглядит так таким вот способом но это эту ткань обработать больной подгибки здесь не нужно не нужно ни уплотнения ничего не напрягайтесь не заморачивайтесь вот так отогнули наизнанку прострочили избытки подрезали она очень такое живое зараза куда хочет туда их и болтается в общем так что я делаю теперь теперь я беру свой манжет значит где-то посредине вот этого нашего рукава я делаю встречную складку давайте я здесь вот отмечу середину и здесь отмечу средину то есть сюда я вставляю наш рукавчик впритык сюда и вовнутрь я продеваю где-то сантиметр-полтора лучше полтора не бойтесь больше девчонки пусть она там держится крепко есть и вторую сторону я фиксирую сюда это знаете я уже конечно сшила я сделала глупость вам же я посоветую не сшивать сначала отшить вот эти два а потом сшить боковой шел и тогда вам будет разложить намного легче вот видите как обычно у меня моя мысля приходит атосля ну да ладно так и здесь я делаю ее встречную складку и совмещаю вернее сначала совмещаю половины а потом уже по этому делаю встречную складку вот я ее туда вложила смотрите а чуть-чуть здесь при посадить вот так вот значит больше я сделаю так вот И чуть-чуть свободы даем на припосаживание, совсем чуть-чуть, чтобы не была натянута эта складка, вернее ткань. Так, вот так вот это, девчонки, выглядит, и ширина складочки у меня сейчас одной половинки, 4 сантиметра, 2-я, 4 сантиметра, вот такой вот рукавчик у меня заготовочка, здесь я маленечко припосадила, чтобы не тянуло нигде ничего, а здесь делала вот эту 4-сантиметровую складку встречную, не факт, что это все дело так и есть в оригинале, там чуть по-другому, но я просто хочу упростить максимально. И вот теперь вот, начиная отсюда, здесь у нас, видите, все красиво, я где-то на 3 миллиметра строчечку вот так вот проложу. Если вы уверены в себе, то можно проложить на 1 миллиметр, что уверены в том, что у вас все везде прихватится. Вот я же сделаю на 3 миллиметра где-то, ну может на 2. Пришиваю я манжет и второй точно так же пришила, смотрите, как четко все получается красиво. Так, кому сложный этот момент, я понимаю, что это не для начинающих этап, либо секонд-хенд рубашка отрезать, распороть вот этот вход и туда всунуть, либо сделать нормально манжет из свитера, из рукавов, из которых вы, которые вы отрезали. Вот. Что же я делаю сейчас? Сейчас у меня этот рукав на лицевой стороне и я беру свой свитер, рукав я выворачиваю на изнаночную сторону, совмещаю, вот этот вот шов со швом рукава, и совмещаю я, кстати, складку я делаю, такую же, как и внизу, на 4 сантиметра и совмещаю встречную. Я решила делать одинаковую внизу и вверху складку, пусть оно вот так вот красиво и расходится. Чуть-чуть я отклонилась от оригинала, то есть все у меня идет гладко, кроме вот этой вот складки вверху, и чуть-чуть припосадит там свободы на по рукаву немножечко. То есть я делаю то же самое, но я не вовнутрь пихаю это все, а при булавливаю к рукаву. вот оно все. Вот здесь чуть-чуть, маленечко припосадится, чуть-чуть совсем. понятно, да, вот в половине у меня складка, а здесь все. И теперь я пришиваю, но пришиваю я вот здесь вот в краешку где-то на 0,5 сантиметров. Так, смотрим, вот я пришила, смотрите, выворачиваю теперь на лицевую сторону. Вернула. Теперь по лицевой стороне, что я сделаю? Можно, конечно, оставить так, но мы пойдем дальше и сделаем красивее. Там у нас в оригинале такая обвязочка, ну резиночка. Я отмечаю два сантиметра от места стыка. Что это значит? Что я буду делать? Я вот этот через горловину, я пролезаю сюда. И что делаю? Вот этот вот шов отгибаю сюда и на стык вот два сантиметра, которые я обозначила. Это будет мой как бы сгиб, линия вот эта. Вот смотрите, я отогнула эти два сантиметра. И вот здесь вот я пальцами чувствую эту шов. Я под ним ставлю булавку. Смотрите, видите, вот он. И отверну туда. Так, и так по всему периметру я прохожусь. Вот он наш шов. Вот он закончился. Вот здесь вот вышел и ставлю булавку. Там, где булавка, там я буду строчить. Можно сделать эту как бы подгибочку ложную. Шире уже как вам угодно. Вот конец чуть выше на пол сантиметра. Ставлю булавку. Креплю. Так, все. Теперь я по кругу вот по этим булавкам растрачиваю. То есть я делаю эту одной строчкой подгибку и при этом прихвачиваю. Ну, оно там у нас прихвачено. Получается вот такая вот подгибочка. И скорее всего сделаю вот здесь вот на 0,5 отделочную строчку по горловине. Все-таки я решила ее сделать. Так, так, так. Что у меня здесь? Смотрите, вот я пришила. И у меня чуть-чуть непонятка. Вот так вот выглядит эта рука с машинкой, с дыркой. Значит, я сейчас, конечно, повожусь с ней. Вас отключу. В общем, здесь должна быть дырка. Здесь должна быть пуговица. Вот здесь вот оно должно быть. И чуть-чуть вот так вот. Ну, оно само по себе разойдется на руку вот этот вот уголок. Я сейчас, если мне все-таки получится, у меня новая машинка. Просто я бытовое купила. Понятия не имею, как эти дырки делать. Я привыкла к профессиональным. В общем, буду разбираться. Если нет, для фотосессии хотя бы я прищу эту пуговицу насквозь. А потом буду разбираться. Вот он мой результат, девчонки. Еще, конечно же, покажу на себе. Пока вот так вот. Так, рукавчик. Все-таки пуговицу девчонки я насквозь. Что-то не смогла я пока разобраться. Да и времени не было особо разбираться. Вот такой вот рукав у меня. Я имею в виду с дыркой. А может быть, даже оно и лучше. Аккуратнее получается именно так снасвозь. Вот V-образный вырез у меня. Ну, еще покажу на себе. И на 8 марта я вверх, от пояса вверх я одета. Еще нужна юбочка. Девчонки, вот напишите мне в комментариях, какую бы вы видели юбку к этому джемперу. Вот мне нужна юбочка именно. Понятное дело, что под джинсы его можно одеть или под брюки. Вот. Ну, что-то у меня есть сапоги, я хочу юбочку. Вот. Вот. А на сегодня я с вами прощаюсь. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока. А, да, забыла. Лайк, подписка на канал, комментарии обязательно. Ну, и желательно где-то поделиться в швейных группах. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok